Иногда хочется сходить в кино и сделать из этого целое событие, а иногда приятно сидеть на диване, есть бутерброды и смотреть любимые фильмы. Что посмотреть, подскажет Виталий Морозов. Всем привет, дорогие друзья! Очень давно мы с вами не рассматривали такой жанр, как спортивная драма. Рассмотрели очень много жанров, а этот почему-то положили на самую дальнюю полку. И вот сегодня я предлагаю вам туда снова заглянуть и вытащить оттуда DVD с фильмом «Боец», в котором блистательную одну из лучших своих ролей в кино исполнил замечательный актер Кристиан Бейл, а пару к нему составил Марк Уолберг. Это фильм, основанный на реальных событиях о знаменитом боксере Микки Уорде. Хочу сразу отметить, что стандартного сюжета, как в большинстве боксерских фильмов, вы не увидите. Создатель картины Дэвид О. Рассел выдвинул на первый план человеческие отношения, особенно те, что рождаются и развиваются внутри семьи Микки Уорда. Именно семейные отношения с братом, с сестрами, матерью и любимой девушкой будут вдохновлять экранного Уорда на покорение спортивных боксерских вершин. Фильм не запутался в фамильных перипетиях, не скатился в банальное мыло и, как я уже говорил, сумел избежать большинства клише спортивных драм. Уорасел показал хорошую динамику, интересный сюжет и нестандартное повествование, когда, казалось бы, смотришь драму, а через секунду уже заливаешься смехом, как от хорошей комедии. Возможно, любителей красочных и зрелищных поединков боец может разочаровать. Да, их немного. Но то, что есть, особенно в финале, когда при съемке использовались телевизионные камеры тех лет, и это придало бою максимальной реалистичности, вполне хватает. Разумеется, стоит похвалить актерский состав, а особенно отметить Кристиана Бейла, который в очередной раз подтвердил настоящую преданность профессии, сбросив для этой роли несколько десятков килограмм, и в очередной раз неузнаваемо перевоплотившись в совершенно другого человека. Фильм был награжден двумя золотыми статуэтками «Оскар». Достались они по праву Кристиану Бейлу и исполнительнице роли матери Микки Мелисси Леву. Кроме этого, картина отметилась и приличными кассовыми сборами, однозначно став одним из главных хитов 2010 года. Итак, фильм «Боец» о боксере Микки Уорде в главных ролях Марк Уолберг и Кристиан Бейл. Друзья, не забывайте, если вы любите смотреть трансляции спортивных матчей, боксерских, футбольных, хоккейных, то это все есть в изобилии в сети кабельных каналов «Орск Телеком». Очень много спортивных каналов, на которых, кстати, и даже показывают спортивные фильмы, спортивные драмы по типу той, которую мы рассмотрели с вами сегодня. Хорошего вам просмотра. Пока. Это мой младший брат. Помог бы закончить. Я научил его всему, что он знает. Ты не понял, чем закончится бой? Бам! Я все еще тренирую его. Давай, давай, давай! Микки Уор, 31 год. Участвует в боях, потому что ему нужны деньги. Смотри, какой громил он. 20 футов тяжелее меня, Дики. Не будешь драться? Забудь про деньги. Послушай, Микка, у тебя сильный боевой дух. Ты очень талантливый боец. Я хочу дать тебе шанс, пока не поздно. Попробуй еще раз. А как же мой брат? Он научил меня всему. Я не справлюсь без него. Но от него одни неприятности. Дики, быстро на землю. Давай! Не нарывайся, не нарывайся! Ты помнишь! Я это сделал ради тебя. Ради меня? Вот это? Больше ничего ради меня не делай, ладно? За каждую мечту. Готов бороться за титул? Ты уже не проходной соперник. Он тебя использует. Не решай за меня. Сначала со своими проблемами разберись. Нужно побороться. Не мешай кинозь тренировка. А в чем проблема? Я его брат. Я его семья. Я тебе скажу, что проблема в тебе. Сумасшедший. Просто здесь должен я, а не ты. Не ты и не ты. Марк Уолберг. Номинант на премию Оскар. Это мой шанс побороться за титул. Второго не будет. Кристиан Бэйл. У Мики есть шанс сделать то, чего я не смог. И ты нужна им. Эми Аддерс. Номинант на премию Оскар. Хорошо. Увидимся в углу ринга. Это твой шанс. Я свой упустил. Не повтори мою ошибку. Ты Мики Уорд. Ты Мики Уорд. Боец.